Народ, всем привет! С вами снова училка физкультуры в Эмиратах. И сейчас мы находимся возле Марина Мол. Популярный, отличный, красивый мол в Абу-Даби, рядом с Корнишем. Пройдемся по Корнишу с другой стороны, посмотрим небоскребы, смотрим сколько такси стоит сзади, хо-хо-хо, штук 50, наверное, в три ряда. И пойдем прогуляемся в этот самый Марина Мол, который все рекламируют. Классный мол, прекрасные магазины. Вот и посмотрим по сравнению с этим Нэшнэл Тауэрс, какой это мол. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, пошли смотреть. Вот подходим здесь в ход, вот такая рыба. Вот сам мол. Наверное, сейчас камеру спрячу, чтобы людей не драконить. Зайду просто, что там, ничего интересного, будет температуру снимать. Сниму температуру. Вы уже видели, как это делается. Поэтому камеру убираю, просто открою ее, когда пройдем охрану. Думаю, так будет логичней и безопасней. Зашли мы в мол. Вот в центре стоит такой фонтанчик. Водичка. Красиво. Смотрим, что находится вверху. Какое-то интересное приспособление. Как понимаю, держит просто купол мола. Много-много магазинчиков. Смотрим направо. Ответвление есть вправо-влево. И второй этаж. Смотрим, шикарные магазины. Вот вход мы оттуда вошли. Ходят местные. Много местных. В белых платьишках мужчины в кондоре. В черных платьишках женщины в абае. Дальше. Наш взор слева. От входа видим старбакс. Ответвление влево и вправо. И второй этаж магазина. Я даже думаю, человек на третьем этаже стоит. Даже третий этаж есть. И вперед есть. Целая куча магазинов в центре. Справа, слева. И экскалаторы. Ну, охранники пока очень дружелюбны. Увидели, что я снимаю. Никакого возражения от них не поступало. Так что все отлично. Идем смотреть. Ребята, мол, красивый. Очень огромный. Искали здесь туалет. Как-то странно. Мужской находился близко. А женский пришлось искать. Вот. Искали туалет. Нашли. Туалет хороший. Не сняли его вам. Потому что люди были. Смотрите, какой длинный. Это только один из коридоров. Только один из коридоров. А вот еще какие красивые колонны. А за ними пальмы, думаю, искусственные. Ювелирочка. Ла Кост. И вообще много магазинов. И такой декор интересный. Вот знаете, напоминает Дубай мол. Не могу сказать, что сравнивая с Дубай молом. По-моему, это самый большой и крутой мол в Дубае или в мире. Но скажу вам, что один из лучших молов. Потому что очень большое, много места, просторный. Магазинчик. Магазинчик. Ла Кост. Своч. Тим Хортонс. Здесь кофе невкусный. Можно только эспрессо брать. А донатцы, да, донатцы вкусные. Ну, деревья искусственные, понятно. Типа аквариум. Да, под Дубай мол, Кося. Только у нас там настоящий аквариум. Там фонтанчики такие симпатичные. Вот. Кафешечки. Ага, и вон, наверное, я его увидела спееде. Какой-то большой такой дост. Фонтанчик. И что-то, что-то на шаре. Подождите, все знаем, что это на шаре. Магазинчик Диорчик. А, рыбка. Рыба. Две рыбы. Все, поняли. Две рыбы. Два дентина на шаре. И дальше еще целый коридор, мол. Целый коридор. И вон коридор. Оттуда мы пришли. Второй этаж. Красивый, мол. Большой, уютный и красивый. Много места, всем хватает. А вот смотрите, какие детские развлекушки здесь были. До коронавируса. Мэджик Планет. Я там сама игралась, каталась. Всякие детские автоматы, картинги. Паровозик стоит. Все стоит без дела. Ох, как печально. И еще один столб, который держит один из куполов Марины Мола. Какая красота здесь была, сколько же здесь детей игралось. Ну, коронавирус перешрал все, как и обычно. Идем, посмотрим, что там дальше. Магазин детских игрушек. Жалко, нету времени зайти поиграться. Это кафетерий такой. Тоже закрыт сейчас. Красиво. Басен Боди Воркс. Мои любимые шампуни и гели. У нас было видео про этот магазин. Валяй, не я снимала в Джиме Молле. Ну, вроде как, может, и работает, но товара никакого нету. Продавцов нету. И вот Сентерпойн тоже снимала видео в Джиме Молле. В этом магазине мы смотрели с вами обувь и одежду. Едем наверх сейчас на второй этаж. Красивый декор. Это вот фудкорты пошли. Еда разная. Хоум-центр. Магазин со всякими очень прикольными штучками для дома. Сниму видео когда-нибудь в Иляне обязательно. Вот большой Молл. Оттуда мы с вами только что пришли. И вот дальше еще дальше, дальше, дальше. То есть Молл огроменный. Да, я так понимаю, его можно где-то сравнить с Дубай Моллом, потому что это Абу-Даби Молл. А ну что там, посмотрим. Тоже еще ходить, не переходить его. Но вот сюда рекомендую. Если есть время и за покупками, просто погулять, посмотреть. Сюда очень рекомендую идти. Молл приятный, добрый. Никто камеру не отбирает. Снимать можно. Люди улыбаются, охранник тоже. Вот сюда рекомендую, друзья, можете приходить сюда. А вот показываю паровозики, дельфина, детскую территорию. Дети бегают, но ничего не работает. И показываю, Молл большой. Ой-ой-ой, какой большой. Вот снова декор прикольный. На втором этаже. И дальше, 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 дальше. Идешь, идешь, молния заканчивается. Прикольно, умеет эти араби делать декорчики. Смотрите, рассказываю вам про магазинчик. Brands for you. Мы в таком были в Дубае. Здесь брендовые вещи обычно по одной штучке они находятся. По одной штучке. И можно найти себе классные кроссовки, футболку. Реально брендированные. Смотрите, вот это вот то, что вы видите. Духи. Дольче Габбана, да? Обувь. Они, скорее всего, в одном-двух экземплярах. Обувь в одном размере. Если видите такой магазин, если вы где-то близко возле такого магазина, прочекайте локейшн, постарайтесь зайти в такой магазин. Тут можно найти очень много классных вещей за очень маленькие деньги. Сейчас пойду посмотрю. Ну, наверное, снимать не буду уж. Наглеть не буду. Вот как называется. Brand for you. Brand четверка you. Вот видите, все висят рубашечки по одной, как на секонд-хенде. Но на самом деле это brand for you, это очень крутой магазин. Ребята, смотрите, меня пустили сюда, в brand for you, снять обзорку по очкам. Смотрите на эти цены. Вот. Начинаем. То-форд. Я себе уже выбрала эти очки. Я себе хотела очки того форба. 236 долларов. Вот, смотрите. Вот очки. Я долго примеряла их. Я их беру. Мне не нравятся. Они из классной оправы. Оправа вообще очень качественная. Очки в металле. Хорошая защита. Теперь просто посмотрите, вот очки, как я вам рассказывала. Возможно, один экземпляр. Но он будет в распродаже по хорошей цене. Он будет единственным. То есть вы можете зайти и выбрать. Также можете найти здесь один экземпляр. Обуви, куртки, футболки, духи. Магазин классный, ребята. Этого стоит. Если где-то возле вас есть сеть Brand for you, это аутлет всех фирменных классных брендов. Просто не пожалейте время. Зайдите. Возможно, вы себе купите именно тот бренд, о котором вы мечтали, но не могли себе позволить. Спасибо этому магазину. Я очень довольна своим подарком. Ну что, очки я протестила. Прошло уже два дня. Очки классные, действительно. Очки просто космос. Очень удобные линзы, удобное оправа. Очки стоят своих денег. Очень рада, что их приобрела. Tom Ford Original. Единственный вопрос есть к Tom Ford. Что это, блин, за чехол? Во-первых, он выглядит, как какой-то дешманский чехол. Как будто я на трещине его купила. Да, тут Tom Ford, золотая надпись, все классно. Я его трогаю, он какой-то бархатный. Блин, ребята, он тут, если упадет у меня песок, он соберет все говно, короче, которое лежит здесь. Тряпочка еще более-менее. Мне вот показывают тряпочку вытирать. Очки Tom Ford у меня есть две пары. Такой же дешманский чехол. Цвета более темного. Я купила в аэропорту Борисполе. Ну вот честно, чехол не нравится. Поменяйте чехол, пожалуйста. Сделайте классный, облегающий чехол. Уберите эту всю вот, которую непонятную фактуру. Вот это вот как будто у меня на джинсах что-то прицепилось. А очки классные. А чехол не очень. Ставьте лайк. Народ, смотрите, просто везет. Очень классно сегодня разрешили поснимать духи также. Смотрите, Versace. Очень-очень большая распродажа. Некоторые духи по одной паре. Некоторые по две. Вот есть Манифеста. Очень известные бренды. По очень хорошим ценам. Для сравнения, даже не знаю, что вам показать. Наташа, что для сравнения показать? Вот цены, да? Ну, вот это Нарсиса Родригес. Вот это стоит сейчас сколько? Покажи цену. 100 миллилитров. Вот цена. 289 дирхам. А субтитрики будут внизу. Вот это. Ну, просто мы цены озвучим. Что нужно купить? 210 дирхам. Просто мы покажем, что можно купить. А ну, подожди. Долча Габбана 180 дирхам. Миллилитры вот 50. Я не знаю, насколько дешево. Вот Наташа говорит, это просто очень дешево. Не знаю, насколько дешево. Надо посадить 60 миллилитров. 250 дирхам. Но он тут единственный. Это, наверное, первая версия. Это Элен. Это первая версия Элена. Вообще тут единственный стоит экземпляр. А что еще вам тут показать? Да, в общем, мы тут подзависли. В общем, еще раз говорю, что здесь все очень-очень оригинально, классно, недорого. И свой любимый бренд вы можете найти и взять просто, ну, не за копейки, а за цену гораздо ниже. Вот мой любимый Саваж. Он здесь 410 стоит. Это сколько он здесь? Миллилитров? 410. Даже сколько здесь миллилитров? 100. Саваж, я целью люблю. О, Куко Шинель. Куко Шинель. Известный бренд такой. Вот, сейчас посмотрим, что камера не наводится. Камера в шоке от цен. Ну, 650. Не скажу, что так, конечно, дешевле. Сильно уж, но, наверное, дешевле, чем в Ютике. Ну, реально, 650. Да, 650. Такие есть. В общем, много интересных брендов. Спасибо магазину, что разрешили снять. Сейчас покажу вам быстренько вещи. Вот вещи, обувь по одной паре. Вещи, по одной вещи обычно. И еще духи есть. В общем, шикарный магазин, ребята. Ребята, мол, просто космос. Провели здесь больше двух часов. Не хотим уходить, но 10 вечера закрывается все. В магазине Бренд Фо Ю я купила себе очки Том Форд. Наташка купила туалетную воду Хлоя. И купила себе очки Азару на распродаже. Среди здесь девчонок из Латвии. Они хорошо говорят по-русски. Пообщались с ними. Они тоже приехали сюда работать в Абу-Даби. В общем, пожелали друг другу удачи. Вот, мол, просто классный. Слов нет. Вот этот мол очень рекомендую посещению. Приходите и особенно в магазины опять Бренд Фо Ю. Вот закрывается уже магазин. Все. Уже решетку вешают. Нас уже, девчонки, давайте уже. Ну, было здорово. Все. Всем пока. Вышли уже мы с Марины Мол. Сейчас будем по корнюшу возвращаться назад в отель. Смотрите, какой прикол. Здесь соорудили жемчужина, перламутр своей ракушки. Сейчас подойдет, чтобы вам видно было. Очень много света. Додумывается до всего. Красиво. Очень-очень-очень сильно. Как бы здесь перламутрик в ракушке. А перламутрик – это лампочка. Шарик. Красота. Надеюсь, вам хорошо видно в завершении прекрасной прогулки. Небоскребы. Вот прямо находится Emirates Palace. Очень крутой отель в Эмиратах. Также очень-очень дорогой отель в Эмиратах. А вот справа стороны, справа, мы видим красивые сооружения. Но мы не знаем, что это. Предполагать не буду. Может, это какие-то апартаменты шейха Халифа и президента Эмиратов. Но могу предположить, что вот слева живет Али Бабай из 40 разбойников. А справа, возможно, Аладдин с его невестой. Но тут так красиво, словами не передать. Камерой его тоже не получается. Поэтому остается надеяться, что все-таки вам что-то передается. Продолжение следует... Все, уже думала, закончила. Видео шли мы оттуда, из Корниша. И вот один из монументов интереснейших. Смотрим. Увеличиваю. Лицо. Лицо из фонариков. Чье лицо, угадайте. Ну, конечно, шейх Зайд. Лицо шейха Зайда. Вот что-то уже охранник побеспокоился. Идет в мою сторону. Я просто хочу снять лицо шейха Зайда. Очень красиво. Просто-просто классно. Наташка читала про это, рассказывала мне. Но мы когда проходили, мы лица просто не видели. Только фонарики. А действительно, шейх Зайд. Я думаю, ничего, если мы подойдем ближе. Да, вроде пока ничего говорят. Добрый вечер. Все хорошо? Все хорошо? Можно я пришел сделать видео? Что это вы делаете? Это лично или нет? До этого? Нет, нет. Я имею в виду, что вы делаете видео? Да. Видео для чего? Это шейх Зайд, да? Я знаю шейх Зайд. Я очень рада. Это большой человек. Так что я могу сделать видео? Вы используете это видео для вашего личного purpose? Нет, только для меня, для моего друга. Спасибо. Если вы не понимаете, то просто возьмите маску. В общем, договорилась с охранниками, что сделаю видео. Вот, смотрим, наслаждаемся. Вот так вот благодарят шейха Зайда, местные шейхи, местные люди, за все, что он сделал этой прекрасной стране. Это да. Это точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!